У тропы здоровья дежурят волонтёры-медики. Их можно узнать по красным рубашкам. Они приготовили для прохожих небольшой блок вопросов по теме здорового образа жизни. Недалеко от них волонтёры Победы. В их программе рассказы о помощи ветеранам войны и труда и методические рекомендации по тому, как быстро и правильно начать составление своей родословной. И с теми и с другими пришёл пообщаться председатель регионального законодательного собрания Валерий Лидин. Нам ветераны могут напрямую, какому-то волонтёру, полюбившемуся, так сказать, позвонить и просто даже поболтать. Здесь важно не то, что мы им принесли какие-то продукты, лекарства, им больше важно внимание. И естественно, когда мы приходим к любому человеку, естественно, в первую очередь, улыбка, уважительное отношение. В Тиньке спрятались от жары активисты проекта по следам забытых усадеб. Через небольшую фото-выставку они отчитываются о том, что уже успели сделать и дополняют рассказ планами, как на ближайшее, так и отдалённое будущее. В любом случае мы ведём просветительскую работу в интернете. Стараемся искать какую-то информацию в архивах о владельцах этих усадеб и просвещать людей таким образом. Если получится, то, конечно же, мы постараемся организовать какой-нибудь выезд на одну из этих усадеб. Свою поддержку волонтёрским организациям оказывают депутаты регионального парламента. Эту встречу у Олимпийской аллеи организовали в честь семейного праздника – Дня памяти Петра и Февронии Муромских. Этот пример Петра и Февронии будет хорошей основой воспитания. Семья – это основа нашего общества, ячейка, когда в мире согласии живут отцы, мамы, дети, ну и самое главное – воспитывают детей. Тут же на импровизированной сцене волонтёры получили благодарственные письма законодательного собрания области за активную гражданскую позицию. Кстати, там же присутствовали дзюдоисты, недавно успешно выступившие на международных соревнованиях. За это их тоже поощрили, а тренеру Эдуарду Копылову вручили почётную грамоту.